Продолжение следует... 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 первой половины XIX века, суть этой выставки – показать, что концепция художественного творческого, творческий художественный индивидуализм родился как раз в эпоху романтизма, и сегодня мы являемся свидетелями того, как концепции романтизма до сих пор актуальны в современном искусстве, поэтому старое искусство вступает в диалог с современным искусством, представленным на выставке лучшими именами, такими как Билл Виола, Вольганг Тильман, Сьюзан Филлипс, российские художники Андрей Кузькин, Эрик Булатов, Илья Кабаков, и именно поэтому мы решили свою программу «Ночи музеев» насытить представлением творчества тех, кому до сих пор важны идеи концепции романтизма, идеи развития творческой индивидуальности, очень индивидуального взгляда на жизнь, глубоко субъективного и личного преломления сквозь себя всего, что происходит сегодня в мире. Мы представим на Крымском Валу, это будут сеансы в 7 часов, в 9 часов балеты, одноактный балет-отражение. Это мировая премьера балета, которая является частью программы из четырех одноактных балетов, которая будет представлена летом в Израиле. Это хореография интереснейшего израильского хореографа Лотома Регева, и эти спектакли посвящены теме человеческих взаимоотношений, теме, которая сегодня как никогда важна, потому что за время изоляции мы еще больше оценили, как важно человеческое тепло, человеческое прикосновение, дружба, любовь и взаимодействие с другими людьми. В 22 часа там же на Крымском Валу состоится концерт одного из самых интересных, ярких и популярных у молодежи исполнителей, который сочетает в своем творчестве исполнение музыки, чтение стихов и чтение текстов. Мы хотим сохранить интригу до момента, когда исполнитель появится перед публикой, поэтому сегодня не называем его имени, но это действительно один из самых интересных, глубоких, современных исполнителей, работающих в сфере музыки хип-хопа и рэпа. В «Западном крыле» будут специальные экскурсии на выставку «Фантастик Пластик» в сопровождении куратора и будут проходить весь день, начиная с трех часов, кинопоказы, кинопоказы, связанные с выставкой «Социалистический реализм и метаморфоза», которая проходит в залах Союза художников. Эту кинопрограмму мы организовали совместно с Государственным музейно-выставочным центром РосИЗО для любителей советского кинематографа. Обращаю внимание, в шесть часов в Большом зале будет показываться знаменитый фильм Ильдара Рязанова «Берегись автомобиля» об одном из самых последних советских романтиков Юрия Деточкина в гениальном исполнении Иннокентия Смоктуновского. «Хочу обратить внимание, что для того, чтобы попасть после шести часов, а с шести до двадцати двух, пускать зрителей мы будем до двадцати трех, мы работаем бесплатно, платно только посещение двух выставок «Романтизм» и выставка «Фалька», которая идет уже последние недели, до 23 мая, но мы просим всех приобретать, получать бесплатный билет на сайте Третьяковки для того, чтобы, просто подойдя к зданию Третьяковки, вы смело и спокойно могли зайти и принять участие в самых различных программах. Постоянная экспозиция Третьяковской галереи на Крымском валу будет также работать бесплатно. Мы будем вести трансляцию этих концертов онлайн, то есть за этим можно будет следить онлайн, и потом эта запись будет выложена на нашем канале Ютьюбе, онлайн тоже можно следить по Ютьюбу. И для нас в последние годы очень важной является работа с нашими так называемыми «малыми музеями». Из семи малых музеев, которые входят в состав Третьяковской галереи, сегодня открыты только два – это дом музея Виктора Васнецова, где будет очень интересная программа с исполнением музыки наедине с музеем и с музыкой. С шести до семи вы можете бесплатно прийти в музей. Опять же, прошу билет покупать заранее онлайн, а в семь и восемь часов состоится концертная программа. Очень интересный разговор, ориентированный в первую очередь на так называемое Третье поколение, будет проходить вечером в семь часов вечера и в музее-квартире Аплинария Виктора Васнецова. А для тех, кого интересует судьба дома-музея Корина, который, как и дом-музей Анны Голубкиной, закрыт на реконструкцию, мы организовываем в своем пространстве в Малом Толмачевском переулке встречу с архитекторами, которые разрабатывали проект реконструкции музея Корина. Тоже приглашаем всех. Это будет очень интересный разговор о том, как Третьяковская галерея поднимает из руин такие здания, как дом-музей Корина. Вот в июле мы будем открывать первый музей, посвященный братьям Третьяковым, в доме, где они родились, в Голубкинском переулке, доме, который последние 20 лет служил пристанищем для бомжей, а в июле там откроется музей. Ну, пожалуй, из основного это все. Мы очень ждем всех и страшно надеемся на то, что в этот день не будет проливного дождя. Спасибо. Мы все будем на это надеяться. Алексей Константинович, пожалуйста, слово вам, что подготовил ваш музей к этой новой. Спасибо. Ну, я тоже хотел бы подчеркнуть в том, что для исторического музея вопрос участия в ночи музеев практически не стоял, потому что исторический музей был один, даже не один из первых, а был первым, кто отозвался в начале тех далеких нулевых годов на инициативу о проведении такой интересной акции. И один из первых в нашей стране, который ее провел. Так что для нас это, ну, такой принципиальный вопрос об участии и организации в ночи музеев в Москве. Что бы я хотел сказать, потому что, наверное, один из самых главных вопросов, потому что уже привычный был момент, когда мы проводили ночь музеев, то одним из таких ярких показателей были огромные очереди, которые проходили по Красной площади, по Манежной площади, в различные части музейного комплекса Государственного исторического музея. Поэтому, конечно, в первую очередь в современных условиях мы решали вопрос не только по прилечению людей на эту прекрасную акцию, но и решение вопроса по их безопасности в условиях пандемии. Поэтому я хотел бы вот подчеркнуть такие главные аспекты, которые, ну, скажем так, и участники пресс-конференции, и москвичи, и гости столицы, которые должны знать. Во-первых, те объекты Государственного исторического музея, которые будут участвовать в акции «Ночь музеев». Значит, не будут участвовать в акции «Ночь музеев» палата Бояр-Романовых, потому что, так сказать, это достаточно камерный наш музей, который, так сказать, привлекает очень большое количество посетителей. Конечно, нагрузка на него достаточно сложна в этот момент. И музеи 1812 года также не будут участвовать. Кроме одного из, так сказать, проектов, я так думаю, который привлечет к себе большой интерес, я имею в виду проект в рамках партнерства Государственного исторического музея с компанией «Теле-2». Мы разработали специальную программу для абонентов этого мобильного оператора. Еще раз подчеркиваю, что эта программа будет обращена только к абонентам оператора «Теле-2». И она будет, так сказать, охватывать очень популярную и знаменитую выставку, которая сейчас привлекает очень большой интерес. Я имею в виду, это графические работы Альберта Дюрера из коллекции пинокотеки Тозиома Тененга из Бреши. На экспозиции будет доступен авторский аудиогид, который разработан при участии с очень известным тележурналистом, большим другом Государственного исторического музея Эмиду Владимиру Раевского. Я думаю, что, так сказать, эта программа для абонентов «Теле-2» будет очень интересной и очень привлекательной. Но, Игорь Александрович, я думаю, вы скажете об этом еще раз более подробно. Во-вторых, будут особые условия работы Покровского собора. Мы не будем закрывать его в акции «Ночи в музеях», но, опять-таки, исходя, что это достаточно камерное небольшое пространство, которое, как правило, привлекает даже не в ночь музеев, а в обычные дни огромное количество людей. Поэтому, так сказать, Покровский собор будет открыт, но он будет работать за платный вход с 50-процентной льготой, я имею в виду после 18.00. Таким образом, наверное, главное действие «Ночи в музеях» произойдет в главном здании Государственного исторического музея. Ну, наверное, на это повлияло очень большое влияние на это оказало в предыдущий год, когда, так сказать, мы были вынуждены достаточно существенную часть года в условиях пандемии поработать в режиме онлайн с нашими посетителями, то эта «Ночь музеев» будет посвящена, я бы сказал, новым технологиям в музейном деле. И если обратить внимание на те проекты, которые мы будем предлагать, то я бы назвал, наверное, один из первых проектов этот проект «Увидеть невидимое». О чем там пойдет речь? Там будут предложены посетителям ознакомиться с теми проектами по реставрации, изучению памятников Государственного исторического музея с применением современных технологий. В частности, особое внимание будет уделено изучению уникальной коллекции рукописных памятников. В этом проекте примет участие сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова и главный специалист Института космических исследований Александров Андреев. Вообще, это, кстати, вот интересный момент, да, участие в музейном проекте представителя Института изучения космических проблем. Но с помощью современных технологий данного института происходит исследование потрясающих памятников и будут представлены для посетителей такие музейные экспанты, как полимсест 11 века, знаменитая Хлодовская Псалтирь, апостол 1564 года, изданный первопечатником Ивана Федором или Ивана Грозного. И будут продемонстрированы уникальные технологии прочтения, например, рукописи, которые, так сказать, давно исчезли с листов пергамена и возможны их изучения только, так сказать, при специальном освещении и при использовании специальной техники. Это знаменитый апостол, на котором, как к нам было установлено, находится на окладе его единственное прижизненное изображение, полностью доказанное его идентичности и подлинности, прижизненное изображение Ивана Грозного, которое также удалось определить только при использовании наших современных технологий. Если говорить о развитии этой тематики, то еще один проект, который будет представлен на Ночи музея в Государственном историческом музее, это проект, который осуществляется при участии Сбер Artificial Intelligence и Российского исторического общества по публикации коллекции бумаг императора Петра I. Мне надо немножко пояснить, наверное, чтобы до конца понять важность и уникальность данного проекта, о том, что очень-очень давно, еще в конце XVIII века, уже формировавшаяся в то время историческая общественность Российской империи, поставила перед собой очень сложную задачу опубликовать все документы, связанные с жизнью деятельностью этого императора-реформатора, который оказал влияние сильнейшее на развитие нашего самого государства. И вот, начиная с конца XVIII века, эта работа с различным успехом, она идет. И она очень активно была в XIX веке, продолжала шестоветское время, но до сих пор публикация бумаг, писем кабинета Петра I, она не завершена. И в первую очередь это связано с огромной сложностью, во-первых, с очень большим составом документальным, и во-вторых, с сложностью прочтения этих бумаг, которые многие находятся, так сказать, представляют собой частную переписку, очень часто рукой самого Петра I, очень много документов представляют как черновики, поэтому в последнем мере было предложено использование технологии искусственного интеллекта для прочтения этих документов. Вот этот опыт и будет представлен на экспозиции Государственного исторического музея, я думаю, что это вызовет очень достаточно большой интерес. Ну, для широкой публики, которая пришла, придет в Государственный исторический музей, я думаю, представит интерес викторийная эпоха открытий, которую мы проводим вместе с миром квестов, и, кстати, этот проект будет реализован на протяжении всей ночи музеев. Кроме того, к этому надо добавить то, что, начиная с 18.00 до 23.00, будут проводиться различные формы экскурсий, различной тематики исторической, посвященные различным этапам развития нашего государства, событиям, в том числе не только для, так сказать, обычных посетителей, но и посетителей с ограниченными возможностями. Возвращаясь, опять-таки, к тематике современных технологий в музейном мире, я хотел бы обратить внимание на то, что будет проведена презентация VR-проекта музея исчезнувших картин, который мы проводим совместно с РИА-новости, и посетители увидят 17 прежде утраченных, но восстановленных в дополнение реальности образцов русского искусства, среди которых произведения Айвазовского, Кандинского, Коровина, Куинджи, я думаю, что это также вызовет достаточно большой интерес. Ну и еще раз возвращаясь к особенностям работы нашего музея в период ночи музеев, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что мы отказываемся от свободной очереди, то есть мы предлагаем посетителям ночи музея в Государственном историческом музее уже сегодня обратиться к сайту музея, на котором можно приобрести билет на посещение Государственного исторического музея, билет по символической цене 1 рубль, и еще раз подчеркиваю, что реализация продажи этих билетов в режиме онлайн начнется с сегодняшнего дня, с 12 мая. Естественно, что еще раз подчеркиваю, что мы хотим избежать скопления народа, поэтому мы хотим отказаться от свободного посещения по живой очереди, и посещение Государственного исторического музея будет проходить по сеансам 30 человек каждые 10 минут. Еще раз подчеркиваю, что регистрация на специальную программу на выставке придворного костюма и гравюра Дюрера можно будет проходить на сайте Теледва, и эти проекты будут рассчитаны только на абонентов компании Теледва. Кроме того, кто достаточно щепетильно относится к своей безопасности, в соцсетях музея будет организована специальная онлайн-программа экскурсия онлайн-викторины, которыми можно будет воспользоваться в этот день. И, естественно, в рамках уже привычной традиции последних лет маски и перчатки для посещения исторического музея обязательно. Спасибо. Это важное напоминание, на самом деле. Спасибо вам за это. И, верно, я понимаю, что билеты предпочтительно тоже в электронном виде предоставлять, с телефоном можно. Я еще раз говорю, что мы не хотим организовать свободную очередь, потому что мы прекрасно знаем, что это такое и как это выглядит для центральной части Москвы, что и для Покровского собора, поэтому будут особые условия посещения, что и для исторического музея, потому что, как правило, это очередь, которая стоит от главного входа до гостиницы Москва. Поэтому посещение будет организовано по онлайн-билету, который уже можно приобретать в сегодняшнем дне. Спасибо большое. Думаю, это удобно будет для всех участников и для работников музея, в том числе. Анна Владимировна, пожалуйста, теперь слово вам. Спасибо большое. Спасибо, Зельфирь Измаиловна, спасибо, Алексей Константинович, за то, что вы подчеркнули, что для нас, конечно, абсолютным приоритетом является безопасность. Прошлую ночь музеев мы провели все в онлайне. И на сегодняшний день надо сказать, что мы, как Третьяковская галерея и исторический музей, и музей Москвы движется в совмещенном формате, потому что у нас действуют ограничения Роспотребнадзора по количеству одновременно находящихся людей в помещениях, закрытых музея. И, соответственно, всего лишь могу только еще раз повторить за Алексеем Константиновичем, что только онлайн бронирование посещения, открытых уже сейчас на сайте музея. И прошу наших посетителей с пониманием относиться к тем требованиям, которые диктует нам сегодняшний день. Но при этом надо, конечно, сказать, что у музея Москвы есть свои преимущества. Первое преимущество заключается в том, что наш музей это фактически весь наш город, наша дорогая, любимая Москва. И поэтому мы специально к Ночи музеев, как и коллеги, воспользовавшись этим поводом, чтобы не только отпраздновать важное событие, но и чтобы провести научную работу, работу просветительскую. С учетом того, что в последние дни в Москве становится все теплее и теплее, в город пришла уже такая настоящая весна, теплая, мы подготовили онлайн-курс, по московскому модерну. Наш ведущий экскурсовод Лариса Скрипника поможет вам разгадать тайны московского модерна и, собственно говоря, гулять со смыслом по центральной части нашего города. Это специальный проект, который мы выпускаем не только к Ночи музеев, но и к дням культурного и исторического наследия, которые приходят на середину апреля. И вторая дата дней культурного и исторического наследия традиционно у нас приходится на третью субботу-воскресенье-май, то есть совмещенная такая дата ежегодная. А если вы хотите совершить прогулку по маршруту определенному, то через приложение Easy Travel Максим Миттерган, замечательный актер, он проведет экскурсию «Все, что вы хотели знать о модерне» или «Искусство жить красиво». Вот таким образом мы отчасти сосредоточились на архитектурном стиле модерн в этом году. Но одновременно с этим в музее Москвы на Зубовском бульбаре есть другое преимущество. Это открытый двор, собственно, уникальная типология общественного пространства в Москве. И мы, соответственно, понимая, что, опять же, вне помещения любая форма досуга сегодня выглядит безопаснее, организовали программу во дворе музея. И начнем мы «Ночь музеев» чуть раньше, на сутки раньше, чем остальные музеи, поскольку 14 мая у нас состоится во дворе на Зубовском бульваре совместный проект с объединенными выставочными залами Москвы «Дни авангарда». Они проходят в Москве уже в пятый раз. Мы пытаемся совместно с объединенными выставочными залами вывести «Дни авангарда» на более высокий уровень, привлечь более широкую публику, собственно, подчеркнуть внимание к культурному наследию авангарда. И программа с 19.00 14 мая будет музыкальной. В дворе музея пройдет концерт шумового оркестра под руководством Петра Айду, потом продолжится театральной частью, коллективным перформансом студентов ГИТИСа, театральных художников и кураторов фестиваля, перформанс посвящен творческому объединению поэта Владимира Маяковского и художника Александра Родченко, а затем продолжится кинопоказом культового фильма «Айлита» Якова Протазанова в сопровождении фортепиано и термин бокса. И вот эта программа ночью, вечером 14 мая, 15 мая также продолжится во дворе музея. Те любители кино, кто как бы посмотрит в Третьяковке на Крымском валу классику 60-х годов, смогут уже позже продолжить просмотр во дворе музея Москвы. Надеюсь, тоже на хорошую погоду, поскольку у нас запланирован показ одного из моих лично любимейших фильмов, знаковых фильмов своего времени «Заставы Ильича» Марлена Хуциева 21.00. Соответственно, надеемся, что посетители Третьяковской галереи на Крымском валу, где, кстати, проходят фантастические сейчас выставки, посвященные как раз советскому искусству 60-х годов, 50-х годов, прекрасная постоянная экспозиция, вот, собственно, могут свое путешествие по музеям продолжить во дворе музея Москвы. Но поскольку у нас также есть как бы понятная программа на наших выставках, в наших филиалах, и здесь мы должны опять же идти как бы с одной стороны по требованиям нашего времени со всеми ограничениями, а с другой стороны нам все время хочется как раз подчеркнуть собственно на то, что музей Москвы находится не только на Зубовском бульваре. И поэтому ключевое событие как раз ночь музеев в режиме офлайн, в закрытом помещении мы проведем в этом году в центре Гелировского, который находится в самом-самом сердце Москвы, между Столешниковым переулком и улицей Петровкой. В нем сейчас идет великолепная выставка «Миф о Сухаревой башне», а в Ночь музеев в 21.00 там пройдет концерт фольклорной традиции и современная академическая музыка, которую мы подготовили в партнерстве с Театром Практика и Мастерской Брусникина. И вот здесь я сделаю как бы такую подчеркну, сделаю паузу, потому что это очень маленькое пространство, количество человек, которые мы единовременно можем принять, буквально несколько десятков, поэтому, дорогие наши будущие посетители, бегите регистрироваться немедленно на сайт, потому что Театр Практика Мастерская Брусникина приготовила уникальную совершенно программу, совмещающую старинные русские песни, собранные в фольклорных экспедициях по России и одновременно пьесы современных композиторов Кшиштофа Пинтерецкого, Дэвида Лэнга и других. И для тех, кто не сможет зарегистрироваться, не сможет попасть на это мероприятие, Культура РФ сделает онлайн-трансляцию, и также ее можно будет посмотреть на нашем YouTube канале. Ну, пожалуй, как бы все, если коротко, собственно, Музей археологии Москвы также проводит кинопоказы уникальных археологических фильмов, посвященных раскопкам на Манежной площади. Музей истории Лефортова проведет экскурсию ежегодную по Введенскому кладбищу. Экскурсия стартует в 16.00, но тема-то, конечно, ночная. А также на выставках, которые сегодня идут в музеи Москвы, выставки типомании, посвященной современному типографическому дизайну, выставки «Уют и разум» фрагмента художественной жизни Москвы в 90-х и выставки «Жизнь замечательных вещей» детской выставки художественной студии ДЭС номер 5 с 19.00 до полуночи будет организовано опять же бесплатное посещение, но только по предварительной регистрации и программа кураторских экскурсий. Вся информация на сайте музея. Спасибо. Спасибо вам большое. Игорь Александрович, слово вам. Расскажите, пожалуйста, о своем сотрудничестве, почему вы поддерживаете эту акцию. Спасибо большое. Мне очень приятно оказаться в таком замечательном кругу очень великих людей, которые занимаются искусством. Но на самом деле мы неспроста участвуем в этих мероприятиях уже с 2016 года, потому что связь – это тоже искусство, потому что человек живет эмоциями, и связь – это эмоции, потому что если у тебя все хорошо, то, значит, настроение улучшается, и тебе хочется радоваться и жить дальше. Но вкратце поделюсь, наверное, действительно, поэтому для нас это является стратегическим направлением. Мы поддерживаем всегда самые интересные мероприятия, которые проводятся в городе, которые направлены на именно эмоциональное ощущение наших клиентов. И первый раз мы вошли в проект в 2016 году. Что мы сделали в первый раз? Конечно же, это был приоритетный вход для того, чтобы наши клиенты не стояли в очередях, как это было еще до пандемии, как мы помним. Коллеги рассказывали эти огромные очереди, которые там на Красной площади, чтобы попасть в исторический музей или в Эрмитаж. Поэтому мы делали приоритетный вход, и впервые мы ввели такую историю, когда наши клиенты могли на наших автобусах перемещаться от музея к музею. В 2017 году мы сделали новшество, это ввели так называемые авторские экскурсии, когда знаменитые спикеры приходили и рассказывали, как они понимают то или иное направление, действительно, это было интересно, это начало пользу популярностью, и мы решили продолжить это событие. И в 2018 году помимо одного дня мы увеличили до семи дней, то есть мы для наших клиентов начали создавать новые пространства, которые в саму ночь музеев не были представлены, да, то есть поэтому это привело к тому, что мы расширили эти возможности и вот эти специальные экскурсии мы делали в Большой театр, в Московский метрополитен, на Мосфильм, это очень нравилось нашим клиентам. И в 2019 году мы решили добавить еще возможность, чтобы наш клиент мог привести с собой своего друга и также посетить все места, которые в этот момент были действительно доступны и интересны. Ну, в 2020 год подвел небольшой итог, все ушли в онлайн, и мы ушли в онлайн. Не было того оффлайн-общения, когда люди с друг другом встречались, когда они могли обсудить это, не находясь по разные стороны монитора, да, а лично поговорить, пожать друг другу руку и просто пожелать хорошего настроения. И поэтому в 2021 году мы решили все удвоить. Ну, раз, как говорится, 2020 год подвел, значит, в 2021 должно все получиться в два раза лучше. Что мы в первую очередь сейчас сделаем для наших абонентов? Во-первых, мы говорим о том, что приводите с собой в два раза больше друзей. То есть, если в прошлом году, в 2019 году, в 2020 году, в 2020 году, ну, в общем, до пандемии, в 2019 году, да, то есть, уже все перепуталось у нас. Приходи, пожалуйста, с одним другом. Теперь мы говорим, приходи, пожалуйста, с двумя своими друзьями. Это первое. Второе. Мы совместно с нашими коллегами, которые организовывают все экскурсии и все те музеи, которые предоставили нам такую возможность, мы говорим о том, что мы теперь дадим вам в два раза больше выставок посетить, чем это было ранее, да, и, соответственно, ну, тоже, как говорится, без кофе. После любой выставки можно выйти, выпить кофе, поэтому те футраки, которые мы устанавливаем, мы нашим клиентам говорим о том, что, ребята, теперь вам кофе тоже в два раза больше, то есть два стаканчика кофе с вашими друзьями. Вот. Что будет в этом году? Конечно же, это Государственный исторический музей, и Алексей Константинович уже отметил, это действительно будет уникальная специальная экскурсия, Альберхо, Дюрихо, 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 да, прошу прощения, да, но связисты, они такие все, не очень хорошо владеют теми вещами, которыми вы очень хорошо владеете. Поэтому в Государственном историческом музее будет специальная экскурсия, которую будет проводить Владимир Раевский, один, я считаю, очень интересных спикеров, да, который может много рассказать об этом, да, и именно со своей точки зрения. Дальше. У нас будет Государственный музей изобразительного искусства, где будет проводить экскурсию Камолов Антон. Это радиоведущий, который очень здорово рассказывает, он может действительно принести нам что-то новое, то, о чем мы не знали. Поэтому всегда на это нужно надеяться и ждать, что он что-то расскажет интересное. Дальше. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Щусева, здесь у нас будет Тимур Соловьев, который также поведает о самых интересных событиях именно по этому направлению. Музей русского импрессионизма, здесь у нас будет вести экскурсию Константин Крюков, это наш замечательный артист, который умеет совершенно неожиданным образом подсветить то, на что мы, простые люди или связисты, иногда не обращаем внимания. Далее. Музей космонавтики. Здесь у нас совершенно неожиданный будет спикер, это будет Ливан Горозе, то есть это наш рэпер, то есть оказывается, этот человек очень любит космос, и последний альбом, который он написал, называется «Восток-1», то есть он увлекается этим событием, и я точно уверен, что многие будут немало удивлены тому, как он будет вести эту экскурсию, поэтому также приходите, пожалуйста. Дарвинский музей будет вести экскурсию для абонентов Теледва, Марк Подрабник, и у нас будет еще музей Булгакова, но так как музей небольшой, мы записали специальный аудиогид, с которым могут воспользоваться наши абоненты, и также это будет приоритетный доступ в этот музей. Что еще хотел бы сказать, мы сегодня много говорили о том, что безопасность превыше всего, мы также всех призываем, чтобы обязательно все были в масках, чтобы мы не нарушали тех требований Роспотребнадзора, которые есть сегодня, также все экскурсии, о которых я только что вам сейчас поведал, нужно записываться на сайте Теледва, вносить свои данные и, в общем-то, определять тот слот, то время, в которое необходимо будет посетить мероприятие. Ну вот, пожалуй, все, поэтому я всех вас зову на эти события, мероприятия, на экскурсии, я уверен, что они вам понравятся, и, в общем, мы всегда с вами. Спасибо большое. Спасибо большое. Игорь Александрович, не отключайте микрофон, сразу вам пришел вопрос от коллеги журналиста, который интересуется, обязательно ли быть абонентом Теледва со стажем, или же, если вот ему сейчас стало интересно ваше предложение по поводу экскурсии, можно быстренько купить сим-карту и места хватит, или нет? Вы знаете, для нас абонент Теледва со стажем или абонент Теледва только сейчас, это абонент Теледва, и мы абсолютно уверены, что став абонентом сегодня, вы продолжите знакомство с нами и дальше, потому что мы живем теми эмоциями, которые как раз выражаются в искусстве, и искусство, и связь это вот неразрывно, поэтому посетив выставку, даже сегодня став абонентом, вы точно останетесь с нами надолго, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Отлично, спасибо вам большое, переходим к остальным вопросам, которые ранее прислали. Конечно, всех волнует также и меры безопасности, которые связаны с сотрудниками музея. Скажите, пожалуйста, проходят ли они обязательное тестирование, проходят ли они измерение температуры перед работой, но стоит ли посетителям переживать по этому поводу или нет. Успокойте, пожалуйста, журналистов. Можно по очереди, либо кто-то один за всех ответит. Я попробую. Да, конечно, как и во всех остальных учреждениях, мы регулярно тестируем своих сотрудников, есть определенная норма, и мы поддерживаем все необходимые меры безопасности, то есть смотрители в залах и служба собственной безопасности в масках и перчатках, как бы тяжело это не было, в особенности последнее. Что касается заболеваний среди сотрудников, то, честно могу сказать, что невзирая на рост числа заболевших в Москве, мы фиксируем уже, наверное, наступление какого-то коллективного иммунитета, поскольку часть сотрудников действительно вакцинированная, часть переболела или с антителами, но главное, что мы действительно стараемся придерживаться очень жестких норм посещения, и спасибо моим коллегам, которые об этом сказали, и я тоже готова еще раз об этом напомнить, потому что невзирая на то, что вы будете получать билеты онлайн, даже если речь будет идти о больших пространствах Крымского вала, само собой разумеется, что выставки и посещение малых домов, музеев, там очень жестко регламентировано количество билетов, это маленькие пространства, мы, соответственно, будем следить за тем, чтобы количество зрителей, которые приходят, не превышало те нормативы, которые нам давно установил Роспотребнадзор, и которые мы стараемся придерживаться, хотя, бывая на каких-то мероприятиях в последнее время, замечаешь, что люди все чаще приходят без масок и не соблюдают дистанцию, и так же, как Алексей Константинович, повторяю, что посещение Третьяковской галереи всех пространств обязательно в масках. Мы какое-то время имели определенный запас масок, который выдавали тем посетителям, которые приходили без масок. на ночь в музее постараемся какой-то запас иметь, но очень просим приходить в масках и не снимать их до выхода из закрытого пространства. У нас тоже, так же, как и в музее Москвы, большой внутренний двор, где, дай бог, если будет нормальная погода, будут выставлены столики, кресла, кафе, и будет возможность просто подышать замечательным весенним воздухом. Опять же, если погода этому не помешает, я очень хорошо помню свою первую ночь музеев в качестве генерального директора Третьяковской галереи, это был 15-й год, крыша текла нещадно, и я, можно сказать, всем своим телом заслоняла от заместителя министра ведра и тряпки, разложенные по полу. Ну, это так как бы вот для, и помню, что был проливной дождь, и пришлось все программы, которые мы планировали делать во дворе, пришлось их либо перенести внутрь, либо просто отменить, просто остается высылать какие-то коллективные мольбы тому, чтобы погода нам благоприятствовала, и чтобы люди, которые придут, и я понимаю желание коллег избежать очереди, но я уверена, что есть люди, которые перед походом на ночь музеев не заглянут в интернет, поэтому надо будет решать этот вопрос, и очень надеюсь, что им опять же не придется стоять под дождем. Я тоже стала переживать за ночь музеев, посмотрела прогноз прямо сейчас, обещают солнце и без осадков. Я надеюсь, что наши синоптики не ошибаются, будем все им верить. Следующий вопрос касается все-таки ограничений, поскольку ограничения есть, никуда от них не деться, и мы все должны соблюдать эти правила. Все-таки не все, наверное, желающие смогут попасть на ту экспозицию, на ту выставку, которым хочется посмотреть. Не планируется ли повторить, возможно, в этом году в виде исключения ночь музеев еще позже, например, осенью или в конце лета? Ну, вы знаете, я постараюсь ответить вам на этот вопрос, потому что ночь в музеях, она поэтому уникальна, потому что она проходит один раз в году. У нас есть вторая дата, о которой мы говорим, это, так сказать, ночь искусств, которая проходит в ноябре, ну, наверное, так сказать, в ноябре, но это будет уже другой день, это будут совершенно другие программы, это, наверное, будут совершенно другие предложения. С точки зрения возвращаясь вот к первому вопросу по вопросам безопасности, я тоже не могу не сказать о том, что, например, Государственный исторический музей, он достаточно жестко, так сказать, руководствуется теми, требованиями Роспотребнадзора, связанными с посещением музея, это касается всего, и, так сказать, тестов экскурсоводов, это касается, так сказать, соблюдения определенных режимов. Я хочу подчеркнуть то, что при поддержке Министерства культуры Государственного исторического музея в конце года нам удалось провести серьезное техническое перевооружение в музее, значит, не только на основных входах для посетителей, даже на служебных входах было установлено совершенно современное оборудование, которое позволяет, так сказать, на расстоянии, без применения даже уже ставших привычных термометров, так сказать, на расстоянии, просто, так сказать, автоматически замерять всю телеметрию по входящих людей в музей. И, конечно же, в залах установлено специальное оборудование, которое позволяет производить постоянную, так сказать, очистку воздуха, так что в этом отношении мы очень хорошо подготовлены. Ну, а еще раз говорю по повторению ночи музеев, любой праздник и любая дата, она уникальна тем, и как историк вам говорю, потому что она происходит один раз. Поэтому, так сказать, повторение лучше не делать, лучше организовывать другое событие, которое также станет интересным для посетителей, так же, как и ночь в музее. Спасибо. Вы перечислили большое количество интерактивных программ, онлайн программ. Конечно, этому нас научила пандемия, и вынуждена это была мера. Как, по-вашему, останутся ли они в будущем? Считаете ли вы это уместным, или все-таки музей — это такое место, в которое нужно приходить лично и осматривать все прямо на месте? Ваше мнение, пожалуйста. Анна Владимировна. Спасибо большое. Это мой любимый вопрос, потому что у меня очень радикальная позиция по этому поводу. Я считаю, что ничто, конечно же, не заменит общение с предметом искусства, с музеем, с выставочным пространством, но при этом мы должны работать со своей аудиторией онлайн, чтобы как раз расширять возможный круг людей, которым будет понятна проблематика, о которой мы говорим в стенах музея. И поэтому, на самом деле, зачастую наши онлайн-программы даже не пересекаются с оффлайн-программами. Мы в прошлом году, вспомним, в «Ночь музеев» мы совершали «Ночь музейных путешествий» с нашими коллегами из зарубежных стран, которые сидели на карантине. Вы до сих пор можете дойти в инстаграм музея Москвы, отмотать май 2020 года и «Ночь музейных путешествий» совершить, потому что, как ни странно, эта проблематика актуальна до сих пор. Мы не можем никуда поехать, мы не можем посетить Киото, Шанхай, Мадрид, Копенгаген, Нью-Йорк, Лондон. И это важно, что сегодня мир устроен так, что одинаково нужно быстро бежать в обоих направлениях для того, чтобы найти своего зрителя. Ваши коллеги согласны с Вашим мнением? Несомненно, потому что, знаете, есть такое понятие вкуса, ощущения. И я помню, как еще в 90-е годы, когда, кстати, главным таким, понятием, современного музея было наличие сайта, тогда была такая большая опасность среди музейных сотрудников о том, что, так сказать, люди пойдут на сайты и больше не пойдут в музей. Мы прошли это уже, да. А сейчас мы, кстати, ощутили новый вкус, потому что к тому, что мы всегда рады принимать любых посетителей, туристов. Уверяю вас, это лукавство, когда директор музея или кто-то начинает говорить о том, что слишком много посетителей, это плохо. Это лукавство. Потому что все мы рады, когда посетителей очень много. И решим мы все проблемы, связанные с тропогенной нагрузкой и другими вопросами. Но сейчас мы получили другое, потому что действительно реально, если до этого исторический музей могли посетить только жителей столицы либо гостей, которые у него приехали, то тут мы имели дело со всей страной. И даже не только страной, но и, кстати, и с зарубежьями. Поэтому вот эта тенденция, она уже продолжена, она будет продолжаться, будет развиваться. Спасибо большое. И Игорь Александрович, Вам тот же вопрос. Вы как предпочитаете отсматривать новые экспозиции? Теперь-то я наконец-то сел на свой конек, да, в кругу таких замечательных людей запутаться в фамилии великого художника. Но теперь, наверное, да, теперь, наверное, да, теперь я, наверное, возьму оправдание. Знаете, что мы видим? Все начало предиспределяться. Все то, что было в онлайне, переходит в направление действительно онлайна, оффлайна. И я дальше скажу. Вот смотрите, что сейчас мы видим. Мы сравнили трафик в театры Москвы январь к январю и увидели очень интересную тенденцию. Плюс 42% людей начало ходить в театры больше. То есть люди все-таки от онлайна уходят в оффлайн. И почему я говорю, эмоции, они все-таки другие, когда люди встречаются. Но сейчас начинают развиваться новые технологии. Это то, над чем мы сейчас работаем. И это будет востребовано в том числе в музеях, потому что без этого никуда не денешься. Это называется аэр-технология. То есть это дополненная реальность, не путать с виртуальной реальностью. Это именно дополненная реальность, когда дополняется что-то, когда ты наводишь какой-то, например, свой смартфон или планшет на какой-то участок, и появляются какие-то вещи, которые, например, были вам недоступны или вы не видели. Такие истории мы делали совместно с мам. У нас очень долго было сотрудничество, больше двух лет. Когда мы делали дополненную реальность на уровне старой Москвы, когда ты наводишь на то, что было, вернее, сейчас, и то, что ты увидел вчера. Это очень здорово, это очень нравится нашим абонентам, и они, это какие-то услуги востребованы. Поэтому мы считаем, что доля иара к 2025 году очень сильно вырастет, потому что сейчас она каждый год прирастает практически в пять раз. то есть количество пользователей эта услуга растет. Поэтому это вот нашим коллегам из музея всегда нужно к этому точно идти, потому что люди, которые приходят, они потом хотят к этому вернуться обратно, придя домой и еще раз насладиться тем искусством, которое они только что видят своими глазами. Ну и плюс, может быть, кому-то кто-то не может приехать. Поэтому это будущее. И это составит в будущем 38% в структуре вообще рынка такой вот рынка ИАРа, то есть когда люди будут стремиться к дополненной реальности. Вот, пожалуй, что я хотел бы сказать. То есть все равно люди хотят разговаривать и общаться. спасибо большое. Я думаю, это хороший итог нашего мероприятия. Спасибо еще раз вам за то, что вы смогли нас посетить и будем рады видеть вас снова. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok